Доброе утро, друзья! Уже скорее не утро, а день. Время почти 11. Никуда я сегодня не поехала. 25 июня, ровно месяц назад, 25 мая, мы подали документы на получение паспорта. И сегодня, оказывается, этот паспорт нам надо получать. Я, конечно, помнила, что 25, но сегодня суббота, и у меня вообще даже в голову не пришло, что в субботу эти службы работают. Посмотрела, значит, в памятке. Да, сейчас мы едем. Паспорта и вообще готовые документы выдаются с 12 до часу, и мы вот сейчас едем получать. И все, Коля позвонила, говорю, Коля, а какой смысл я приеду к тебе уже через полдня? Мы не успеем с тобой никуда выехать, потому что там уже к ночи, а на ночь я не хочу нигде ни в лесу, нигде оставаться, ни в каком доме. Можно было бы, конечно, но все равно поездки такие на с утра планировать. И я уж люблю, что либо поздно вечером ты приедешь, чтобы там переночевать и с утра куда-то ехать, или заниматься делами, да? Или рано утром. У меня вообще в планах-то было рано утром. Что меня тут торкнуло раз и все. А встала вообще рано, стала собираться. Какие-то сообщения приходят. Так что мы сейчас едем, получаем паспорт. Все, ребенок у меня теперь будет с паспортом, а не со свидетельством о рождении. Вот. Какие еще у меня сегодня планы? Раз я никуда не поехала, значит, буду делать что-то, какие-то дела. Хочу узнать еще, заехать в магазин, зайти в апрель, узнать, какие цены на говядину, потому что говядина безумно дорогая. Мне без говядины никак не сделать, друзья, пельмени. У меня пельменей нету. Куриные пельмени как-то не очень идут. Все равно свинина, говядина, это классика. И еще планирую, значит, сейчас отварить куриное мясо. Есть у меня там грудка, есть филе, есть бедрышки. Все это я вместе сварю. И буду делать я блины с курицей и рисом. Не только с говядиной, но еще с курицей и рисом. Со свининой никогда не делаю. Не знаю, почему-то мне не нравится. У меня есть, конечно, свинина, вообще хорошее-хорошее филе. Без единого жирка, без всего. Но я его берегу на каше. В каше идет такое филе просто идеально, без жира, потому что не все люди любят вот этот жир. Я сама лично не люблю. Каши мне удаются с таким мясом. С говядиной, конечно, можно было. С курицей, кстати, тоже ничего. Так что надо заниматься. Есть у меня там еще немножко банок. Буду заниматься делами. Во вторник я иду с утра в пенсионный фонд. Я иду уже все, окончательно несу документы. Несу, значит, реквизиты, карты мира. Мне еще надо открыть. И все будет уже. Ну, решение-то, в принципе, есть, что выхожу на пенсию, только что там оплата и все такое. В общем, такие вопросы остались незначительные. Вот во вторник, наверное, вечером я и поеду. Не буду загадывать, друзья. Я и не прощаюсь. Все, друзья, мы приехали. Получили паспорт. Сегодня событие такое. Все, Кирюха, покажи. Может, у него и паспорт. И билет в новую жизнь. А где у тебя билет в новую жизнь, как тебе сказали? Вот, посмотрите, билет во взрослую жизнь. Сейчас вот такой вот дают. Поздравляют. Ну, как поздравляют? Поздравляем. Не забудьте в 20 лет поменять паспорт. Говорит, буду конституцию изучать. Будет на юриста учиться человек. Такой вот паспорт. Разворот уж показывать не будем. Ты хоть поздоровался? Так, у нас всегда все потом. Позвонила сейчас я Сашеньке, позвонила Снохе, и телефоны отключены. Думали, ну, Кирюша. Съездили автобусы, друзья мои, автобусы вообще битком, просто битком забиты. Все едут в город, все едут со всех. Главное, и на окраины едут, и с другой стороны города мы ехали. Голова раскалывается на части, потому что сегодня жарко, и в автобусе душно, душно. Я думала, сходи сейчас погулять тут на берег, там немножечко попрохладней. Не могу до них дозвониться никак. Телефоны отключены у того и у другого. Ты пошел гулять? Естественно. Ну, иди. Вот подожду к 9 часиков до 3. Вечером-то не охота, вечером там комарья будет. А сейчас там, смотрю, мы проезжали как раз мимо. Там у нас парк такой у речки. Не так жарко, по крайней мере. Можно, конечно, и сюда сходить. Рядышком у нас тут есть, у дома. Но там как-то вот побольше всяких. И качелек побольше. Ну, народу тоже очень много, друзья. Буду ждать сейчас, может быть, включат где-нибудь телефон. Они все время выключают телефон на полдня. Не дозвониться. В первой половине дня им вообще не дозвониться. Так что, если пойдем гулять, я вам все покажу и расскажу. Друзья мои, вы понимаете, вот у кого-нибудь еще есть такой сын, как у меня. Собираемся с ним вот до... Ну, вот рассказывала. Сейчас собираемся в паспортный стол. Там только памятка, куда приехать, во сколько приехать и все. Ищу свидетельство о рождении. Говорю, Кирюша, свидетельство о рождении, думаешь, как, брать или нет? Ну, возьми на всякий случай. Представляете? Я переискала все. Я все переискала. Думала, что тут нервничаю, да еще тут эти события-то последние. Все, я тут на взводе, да вот и ехать надо, да на дачу не уехала. Давай, недолго будь на телефоне. И вы представляете, ищу я, ищу. Хорошо, я нашла копию. Копия цветная такая была сделана у Катюшки на принтере. Сейчас приехали. Сейчас, значит, он говорит, паспорт, говорит, мама, надо куда-то убрать. Я смотрю, свидетельство о рождении лежит. Я говорю, Кирюша, а где свидетельство о рождении было? Да, говорит, мама, в паспорте. Я говорю, так они у нас его забирали? Да. Я говорю, так ты чего мне не сказал-то, когда я там все документы-то перерыла? Улыбается, стоит. Ну, просто, говорит, не хотел тебя расстраивать, что ты ищешь, да ищешь, говорит, хоть себя заняла. Представляете, а? Это что ж такое за ребенок-то, а? И довольный улыбается. Вот я пошла вам жаловаться, а он говорит, а я пошел. Ой, ой, а я все переискала. Думаю, сейчас приеду, давайте еще. А оказывается, свидетельство о рождении, это его же забирают, там же делают паспорт. Вот, какая зараза, а? Что бусинка, что Кирюша. Друзья мои, уже почти пять вечера. Не удалось мне сегодня с внуком погулять, хотела его свозить в парк. Вот я говорила, да, что у нас есть тут парк недалеко, у речки, и вот здесь можно было бы, у нас тут около дома парк, не хотят. Вот сейчас созвонились у них, они только в телефоне, вернее, связь у них появилась час назад. Говорит, пойдем на берег на шашлыки. Муж на работе, говорит, мы с подружкой пойдем тут на бережок шашлыки жарить. Говорю, дай мне хоть, говорю, с Сашей хоть погуляем, тем более там недалеко. Ну, мы пойдем там хоть там мясо поесть, побегает. Там бегать-то негде. У нас даже пляжа, друзья мои, нормального нету. Там есть вот у нас, кто архангелогородцы знает. Я, кстати, показывала видео вот это вот на Русаново, где мы ходили с Колей к берегу, я вам показывала. Там вообще нет. Там есть вот пятачок какой-то с песком. Ну, там я как посмотрела, такие личности отдыхают. Так уж не знаю, куда они там пойдут шашлыки жарить. Так бы вот погуляли. Там в этом парке что только нет, всяких качелей, всего. Ну, ладно, нет так нет. В следующий раз. С Кирюгой, когда ехали домой, смотрим хозяйственный магазин на остановке. Обычный хозяйственный магазин. Думаю, дай-ка зайду. Ну, меня спрашивали про эти, про вафельницы, про формочки. Думаю, пойду посмотрю. Про пельменицы. И вот увидела я вот такую вот штуку. Окна мыть. Дешевая она, со скидкой, говорит, 300 рублей. Ну, последняя уже, говорит, по этой цене. Никогда им не пользовалась. Окна мыть для меня, друзья мои. Вот гладить белье и мыть окна, это вообще для меня. Я лучше посуду намою, я наготовлю, я еще чего-то. Но окна не люблю. Обычно, значит, я моющим средством мою рамы. А тут, тем более, пластик. Ну, он же не уделан до такой степени, что прям отмывать. С улицы он тоже хорошо отмывается. У нас тут мало пыли. У нас тут все дома, дома, дома. Мы огорожены домами. Здесь сейчас, если только что пух летит, а так у нас пыли мало. Вот. И окна эти мыть. Когда вот они, вот этот стеклопакет, он такой узенький, ты рукой-то туда еще пролезаешь. Одна створка открывается, а во вторую ты рукой пролезаешь. А вот когда в середине створка открывается, ой, что-то мне такое тут впилось-то. Вот. Когда в середине створку открываешь, одну-то ты пролезешь, хотя она широкая, но тоже тяжело. Например, я, ладно, там первый этаж, а то у нас там высоковато уж и упадешь, все равно можно что-нибудь себе это. А вторую створку-то открыл, тем более, она вот так открывается, как окно, и туда тяжело пролезть-то. В общем, как мыть, так все. Обычно узкие окна я мою, а вот эта широкая, мне еще приходится на улицу идти, это брать вот эту швабру, потому что так мне не залезть, и все это дело мыть. И тут я увидела вот такую штуку. С такими штуками я была знакома еще давным-давно, в Каргополе у меня подруга, она работала тоже в больнице, у нее, говорит, огромные окна, она сама медсестра, ну такая она чистюля, она и все, и на работе тут все мыла, и все-все-все, сейчас уж на пенсии. И вот она купила такую штуку, она, конечно, была попроще, на палке, но вот с такой вот прорезиненной штучкой. Я, говорит, попробовала, я все окна перемыла, я тогда ее не купила, они тогда были то ли дефицит, то ли дорогие, но как-то я не могла себе позволить эту штуку купить. Да и окна были не такие, не стеклопакеты. Были рамы, которые там открывались как-то. У меня вот, например, я жила когда у свекрови, да там открывались на себя эти рамы. Ну, в общем, не столь важно. Я до того доразбиралась, друзья мои, с ней. Ну, не могу я, но почему, говорю, она вот так вот сгибается? Как же, говорю, я мыть-то буду? И кручу, и кручу. Вот так развернула, вот так развернула. Мне кажется, что она должна вот туда нагнуться, как мартышка и очки. Ну, честное слово. Вот когда писалась басня, это точно, наверное, вот про таких, как я. Это вот правда. И так я, и сяк, говорю, господи, как же я мыть-то буду? Кирюша ржет надо мной. Говорит, так мама, разбирайся, смотри, говорит, ты себе купила, говорит, какую игрушку. И так, и сяк. Ну, вот если я, вот видно, да, вот эти вот уголки, нет, есть какие-то роботы, которые моют окна. Но знаете, что мне в них не нравится? Мне не нравится. Я видела, как они моют? У блогеров видела. Там, значит, две вот эти вот мочалки, они круглые. Они, конечно же, все моют. Вот, допустим, стекло. Вот, допустим, вот у меня вот здесь вот окно, да? Ну, вот так вот я разверну. Вот. И вот эти вот углы, вот эти, вот эта круглая мочалка, она их не берет. Вот эта вот махра, которая идет по краям, небольшая, ладно бы длинная была, она вот эти вот уголочки не промывает. А когда светит солнце, и когда середина окна намыта, а вот эти вот уголочки не намыты, это все, это по глазам так бьет, я все время эти уголочки-то мою. И тут думаю, ну, что мне, как мыть ее окон, так мучение. Я говорю, я и так-то терпеть их не могу мыть. И, короче, я смотрю и смотрю, говорю, ну, как же я буду мыть-то как? И вот так, и сяк. Только потом, друзья мои, до меня дошло, что я же вот так вот буду просовывать-то. Допустим, оно открывается, я же вот так вот просуну, и вот так вот буду мыть-то. Тут, значит, губка, а тут вот эта вот резинка. Я хочу попробовать. Я когда буду мыть, наверняка, почти у каждого это есть, моют. Но я никогда не мыла вот этой штукой. Значит, вот эта штука, говорят, вот эта резинка, она очень хорошо убирает воду, разводы. Я обычно, конечно, мою, знаете, чего? Еще раз говорю, да, сам стеклопакет с моющим средством, а вот стекло-то я всегда клином, на спирту, именно клин на спирту. Блестит, прям вообще красиво. Но с улицы никак высоко, все равно окна высоко, хоть на первом этаже, но окна высоко. У меня, например, у мамы в Пенеге окна не так высоко. Они как-то немножко пониже. А тут дом как-то у нас вот может быть на возвышенности стоит, но он как-то повыше. В общем, я все время бьюсь с этими окнами. Вот надо заняться, занять себя делом. Сегодня уже ничего не хочу делать, вообще ничего, потому что, говорю, как только куда-то ехать, если я что-то уже поехала, все, полдня у меня вылетает. Он застелил опять фольгой. Трубочки мне заказ. Вечером печь не буду, напеку, завтра рано утром встану и завтра напеку. Коля у меня, говорит, могла бы приехать, могла бы, говорит, с Кирюхой паспорт получить, отправить бы его домой, а сама бы ехала ко мне. Я говорю, ну и чего я приеду? Я пока до тебя, говорю, доберусь, пока мы там куда-то соберемся. Мотор у меня стоит в лодке, мы бы поехали. Ну, в общем, ему собраться раз, а я вот почему-то так не могу. Вот так вот. Я говорю, ладно, во вторник, говорю, у нас во вторник 28 число, во вторник я иду в пенсионный, я уже говорила, потом я иду тут по делам еще куда, а куда я еще иду-то? В налоговую, мне еще надо возврат по квартире делать, мы же еще платим ипотеку, и вот возврат процентов за ипотеку, он хоть и маленький, потому что зарплата маленькая, но идет каждый год. Вот надо оформить этот возврат, и уже потом поеду к нему. обещала, что 28 вечером приеду, буду у него 29, 30, 30 дней у нас в июне ведь, да? 30. Но все равно, его первого на работу, так по-любому, 30 вечера мы должны будем приехать. Домой не собирается, говорит, не поеду домой. Вчера там с Мишей чего-то они поделали, поделали там у соседа-то, вот у Влада, и этот самый, делаю тут у Влада крылечко, а тот ему отдает, говорила, наверное, я такой вот пластиковый куб, там три куба воды, представляете? Три что ли? Ой, какие три? 300 что ли кубов, или больше даже? Короче, огромный, огромный такой пластиковый, огромный контейнер, его, значит, ставят на хорошие такие, ну, наверное, будет варить железные подпорки, высоко, водой заполняется с речки, мы будем проводить с речки шланг, благо, что речка совсем рядышком, там у всех людей проведен, значит, этот, насосы вставлены в речку, насосы, идут, значит, шланги, да, идут как-то шланги, еще как-то, в общем, сделано так, что каждый себе с речки качает воду, представляете? Включает и качает, и я говорю, так это же страшно, там же электричество в воде, нет, все изолированы, специальные насосы, у нас есть такой маленький насос, мы его окунаем в колодец, чтобы старую воду, он оттуда выкачал, говорит, с речки будем закачивать, вот этот кубовик, и он, этот кубовик-то, он нагревается, за счет, да, вот этих вот теплых дней, нагревается, потом можно душ принимать, воды, говорит, вот так будет, и он такой довольный, что вот Влад дачу это продает, и вот, говорит, этот кубовик забирай, что, ну, сделай мне колечко, и, в общем, как бы плата за это, Коля у меня счастлив, да безумие, в общем, они вчера с Мишей делали, делали это, крылечко делали, вечером позвонил, слышу, уже отдыхают, уже наделались, дружочки, Миша сегодня уехал, Колюшка продолжает делать один, все, слава Богу, заканчиваются вот эти у него выходные, все, работа, и начинается привычный ритм жизни, я из этого привычного ритма всегда вылетаю, вот, не знаю, почему, мне привычно, да, что, ну, ладно, я тут работала, я уже говорила, да, что работала, работала, и на второй работе, и на первой работе, сейчас понять не могу, что вообще, чего происходит, еще как-то не привыкла, еще не ощутила вот этот запах свободы, меня больше-то интересует, друзья мои, какая у меня пенсия будет, что мне насчитают, я обязательно вам расскажу всю правду, обязательно, вот, и он приедет, он уже будет ходить на работу, я буду делать свои дела, опять же, лето, да, все равно лето, это другое, зима есть зима, зима вот как-то вот, а лето, и ночью проснешься светло, ночи, кстати, ведь до сих пор светлые, а сколько они еще, они сейчас пошли тихонечко, у нас день пошел на убыль, тихонечко, тихонечко, ведь он идет на убыль, полгода будет идти, ну-ка ты, до зимы, до декабря, наверное, да, 20 какого-то декабря у нас, день зимнего солнцестояния, 22 декабря, наверное, так что, ну, в августе, в августе уже, уже будет совсем темно, ночами, это я знаю точно, а сейчас вот еще светло, ночью глаза откроешь, пока на часы не посмотришь, что еще ночь, ну, как-то еще пытаешься уснуть, ну, это ладно, это хорошо, теплые дни пошли, у нас, значит, у нас чего сегодня, друзья мои, везде уже у нас висят по городу, баннеры, я сегодня видела на набережной, баннер с Петром Первым, с молодой Петр Первый, значит, нарисован день, праздник крепости будет, так что, мы уже готовимся с Колей, потом будет и крестный ход, все хотим снять, только бы погода мне подвела, и, кстати, заодно скажу, кто пишет, что мой канал полон негатива, говорю сразу, у меня есть ролики позитивные, есть про крепость, есть там еще что-то, нормальный блог, я так считаю, слишком слащавый, конечно же, он не будет, будет все, друзья мои, будет все, и истории все, потому что люди пишут, я истории читаю, я не скажу, что их прям валом пишут, но все равно люди делятся своими впечатлениями, и кто-то, если хочет вынести вот эти впечатления в общественности, послушать ответы, послушать мнения людей, то, пожалуйста, это все расскажем, вот, потом что еще, да, вот, кстати, вы говорите негатив, пожалуйста, я про крепость сняла ролики, просмотров вообще нет, три ролика, ну да, я понимаю, там ветер шумит, все, да, но я там и не рассказываю ничего такого, знаете, познавательного, потому что все, что есть познавательное, вы можете прочитать в интернете, прочитать, а тут вы просто увидели своими глазами, да, мы вот подходим к этой крепости, вот эти вот камни, так что, а праздник обязательно снимем, обязательно, Коля говорит, я сам хочу на этом празднике, у нас там дача уже сколько лет, мы на празднике ни разу не были, никогда не попадали, а он ведь каждый год, друзья, сначала будет в городе, потом у нас на даче, так, ставь батарейку новую в мышку, спасибо, Кирюшенька, что предупредил, вот так, так сейчас, друзья мои, если у меня сейчас получится, я вставлю в видео, вставлю в видео вам, как Коля сделал в своем катерочке, ну, в нашем катерочке, сиденье для меня сделал, сиденье, новый пол сделал, как я вам рассказывала, если у меня, конечно, это получится, и вот он мне послал видео, где он, как вам сказать, уезжает вот на эту рыбалку, и все, больше видео нет, сейчас вам позвоню, спрошу, может быть, это видео еще идет, там интернет плохой, так что, друзья мои, я пошла этот ролик выгружать, с окнами, не знаю, когда буду разбираться, не знаю, купить-то я ее купила, но надо еще, ой, бляха-муха, скалка, надо, короче, себя еще заставить, друзья мои, заняться, то ли этим, то ли этим, вот такая я ленища, ну, а что делать, ничего, сделаем, справимся, так, все, всем спасибо, пошла выгружать ролик,